Это программа «День с толком» в студии Елены Макаренко. Здравствуйте! И далее коротко о главных темах выпуска. Проверку на аварийность не выдержал. Дом, где обрушился потолок, признали подлежащим сносу. Разоблачит любую ложь в преддверии юбилея криминалистической службы о полиграфологе, который проверял на детекторе лжи политеховского маньяка. В честь погибшего в СВО в Новоалтайске появится скульптура участнику спецоперации. Дом по улице Интернациональной 302 в Барнауле признали аварийным. Такое решение приняли на совещании в мэрии краевой столицы. Напомним, в минувшие выходные в одной из квартир дома рухнул потолок. К счастью, никто не пострадал. Они должны были помочь мне в мае месяце, когда я начала стучать и звонить колокола, когда я писала, когда я говорила, что просто будет обрушение. Я им видео предоставляла. Надеюсь, никто не пострадал во время обрушения. Я еще раз повторюсь, на полу лежал. Мой ребенок, слава богу, просто в 10 сантиметрах это все произошло. По заключению специализированной организации и оценке городской межведомственной комиссии следует, дом будет снесен. Пока жильцам предложили воспользоваться маневренным фондом или снимать жилье, получив за это компенсацию. Позже оценят рыночную стоимость квартир и выплатят собственникам денежное вознаграждение. Общегородской субботник из-за непогоды отменили в Барнауле. Несмотря на это, сегодня в краевой столице провели очередной чистый четверг. Он также пройдет 24 и 31 октября. Городские службы продолжают проводить уборку дорог, общественных пространств и вывоз собранного мусора в рамках месячника санитарной очистки. К экологическим акциям планируют привлекать работников промышленности, предпринимателей, студентов и волонтеров. За последние две недели к чистым четвергам в Барнауле присоединилось уже более 26 тысяч человек. С территории города вывезли более 300 машин с мусором. Добавлю, в краевой столице также завершают посадку тюльпанов на городских цветниках, которые зацветут следующей весной. Всего 45 тысяч луковиц. Обычная посадка проводится в октябре перед устойчивыми холодами. Важное условие – температура почвы не должна превышать 8 градусов тепла, иначе луковицы тронутся в рост и погибнут зимой. Михайловский район активно восстанавливают после весеннего паводка, сообщают в правительстве региона. Так, в райцентре муниципалитета уже сделали дороги на улицах Центральной, Карла Маркса, Садовой и Гоголя. Насыпь в районе станции на улице Красноармейской отремонтировали водопровод. В нескольких точках продолжают восстанавливать водопропускные сооружения. Кроме того, работы ведут в соседнем селе Рокиты. На это выделены средства из краевого бюджета. В немецком национальном районе, который также затронул паводок, привели в порядок детский сад. А две семьи, чьи дома были признаны аварийными, переехали в новое жилье. Виктор Томенко подчеркнул в своем телеграм-канале, что работа с пострадавшими не прекращается. У зрелых рожениц повышается риск развития многоплодных беременностей, констатируют медики. Иными словами, женщина носит не одного, а двоих или троих малышей. По статистике, на каждую тысячу в стране приходится от 4 до 20 многоплодных беременностей. Поэтому врачи должны учитывать множество факторов при диагностике будущих мам. Этому посвятили научно-практическую конференцию, которая прошла сегодня в Барнауле. Обсудить актуальные вопросы съехались акушеры и гинекологи со всей страны. Подробности у моих коллег. В России растет число многоплодных беременностей. На каждую тысячу будущих мам диагностируют от 4 до 20 случаев развития нескольких плодов. Это не всегда наследственность. Появление второй яйцеклетки – еще и следствие технологий, помогающих забеременеть. Врачи говорят, важно вовремя это выявить, чтобы понять, выносит ли женщина два плода. Клиническими рекомендациями регламентирован перенос одного эмбриона, когда мы говорим о вспомогательных репродуктивных технологиях. Несмотря на это, число многоплодных все равно при ВРТ выше, чем при обычных беспонтанных беременностях. Сегодня в Барнауле прошла конференция о проблемах акушерства и гинекологии. Здесь разбирались современные подходы к ведению сложных беременностей, вопросы развития внутриутробных инфекций, диагностику беременных, плода и новорожденного. Чем чувствительнее будет аппарат, тем мы будем более точно диагностировать ту или иную патологию, выявленную именно у плода во время беременности. Соответственно, вот для этого мы и приехали, чтобы узнать какие-то новые технологии. Поэтому под присмотром специалистов ДАРа акушеры из районов края обследовали будущих мам с непростыми случаями. Те или иные заболевания напрямую влияют на течение беременности и на состояние здоровья женщины после родов. Врачи говорят, в Алтайском крае в последние годы у женщин все чаще выявляют гинекологические проблемы. Выявляем больше, потому что смотрим больше. У нас идет мотивация в отношении детей 15-17 лет. Мы ушли от отказов от осмотра. У нас мотивация, уже начиная с этих лет, к образу жизни. То есть это отсутствие реальных половых связей, лактика заболеваний, вызывающих инфекции. Здесь акушерам и гинекологам отводится очень серьезная задача. Поддержание организма женщины за счет медикаментозных препаратов, за счет изменения образа жизни. А вообще считается, вернее такой есть прогноз, что к 30-му году наше население, женское население, половина его переступит 90-летний рубеж. В конференции приняли участие несколько десятков врачей из центральных районных больниц края и соседних регионов. Спикерами выступили специалисты из Барнаула, Нижнего Новгорода и Москвы. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. 70 лет исполняется на этой неделе криминалистической службы. Ее сотрудники помогают раскрыть сложные и многоэпизодные преступления. Среди них тяжкие и особо тяжкие против личности, совершенные в условиях неочевидности, а также связанные с безвестным исчезновением людей. Чтобы раскрыть их, привлекаются следователи-криминалисты, обладающие багажом знаний, аналитическим мышлением и огромной выдержкой. Об одном из таких специалистов, который вот уже 12 лет проверяет людей на детекторе лжи, и в числе его испытуемых предполагаемый политеховский маньяк Виталий Манишин, наш следующий сюжет. Вот у нас сейчас датчик электродермальной активности, датчик ЭГР. Он один, вот так сделайте, верхнюю руку, верхнюю руку. Датчик для измерения электрической активности кожи, еще два датчика дыхания, два движения или тремора, а также на работу сердца и сосудов. Умный прибор-полиграф давно стал постоянным помощником криминалистов. И хотя считается, что обмануть его возможно, специалист Сергей Колупаев, который вот уже 12 лет проводит исследования на полиграфе, уверен в обратном, детектор лжи любого выведет на чистую воду. Азот Виктория? Нет. По 120 в год психофизиологических исследований проводят полиграфологи Следственного управления Следственного комитета края. Это и кадровый скрининг при приеме сотрудников правоохранительной органы, и служебные проверки, и, конечно, применение прибора при раскрытии преступлений. Последние, говорит специалист, самые интересные, но и самые трудоемкие. Еще до проверки на детекторе лжи Сама процедура занимает около трех часов, изучают материалы дела, выдвигают гипотезы, тщательно продумывают вопросы, которые полиграфолог согласовывает со следователем. Содержание и точность формулировок влияют на достоверность результатов. К примеру, одного из иностранцев во время испытания смутил вопрос про обычную майку. Половое преступление было, и задавал обычный вопрос. Вы снимали майку с той девушкой? Он все, мне по ним отвечает, но я вижу, что как-то что-то тут не так. Вот, и когда мы тест закончили, я говорю, что вам непонятно в этом вопросе было? А он говорит, а я не понимаю, что такое слово майка. Понимаете, вот это надо учитывать при составлении вопроса. Понимает ли человек именно то, что мы закладываем в наш вопрос? Знания психологии и физиологии, аналитическое мышление, внимание к деталям, помощь полиграфологов, а они штучные кадры, колоссальна при расследовании уголовных дел. Так во многом, благодаря внимательности Сергея и его неформальному подходу к работе, удалось завершить расследование громкого дела, в котором от рук предполагаемого серийного убийцы Виталия Манишина погибло 11 девушек. Мы понимаем, да, про каких девушек идет речь? Про политикос. Работа его с испытуемым, в данном случае с подозреваемым Манишиным, она позволила, во-первых, изобличить заподозренное лицо в изначально ложных пояснениях, в изначально ложных показаниях. И в то же время последующее предъявление подозреваемого результатов исследования, скажем так, позволило убедить его в сотрудничестве с предварительным расследованием. То есть, получается, ознакомившись с результатами ПФИ, психолого-физиологического исследования, подозреваемый понял, что в том числе и поэтому его запирательство, его ложные показания, они бесполезны и только ухудшат его положение. Работать с Манишиным, который, к слову, за пару месяцев до ареста баллотировался на пост главы Калманского района, было непросто. Сдержанный, умеющий просчитывать на несколько шагов вперед, отличный психолог. Вы даете такие показания по делу, потому что так и есть, на самом деле. К изворотливости прибегают многие испытуемые. И тут нужно, говорит полиграфолог, оставаться беспристрастным. А сдерживать эмоции непросто, особенно, когда ищут виновников преступления, в которых пострадали дети. При этом важно снять обвинения с непричастных людей. От расшифровки данных полиграфологам зависят судьбы. Огромная ответственность. Но Сергей Колупаев благодарен судьбе за профессию. Ты понимаешь вообще свою социальную значимость, приносишь пользу людям. Может быть, это как-то немножко пафосно звучит. Потому что иногда поступают приложения, перейти куда-то там в коммерческие организации. На секунду задумаешься, думаешь, ну как я же без этого. Только за денег. Наверное, это неправильно. В этом году алтайскими полиграфологами проведено уже больше ста исследований по уголовным делам и материалам проверок. Они помогли выбрать верный путь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Их часто называют людьми серебряного возраста. Сегодня в Барнауле в рамках «Месячника пожилого человека» прошел концерт для тех, кому седину подарили не только годы. Детские коллективы города выступили перед семьями погибших защитников Отечества. В их числе были и родные бойцов СВО. Это из уст детсадовцев о бабушках и дедушках. Их, оказывается, тоже чужих не бывает. По крайней мере, одной большой семьей ощущали себя сегодня и артисты на сцене, детские и молодежные коллективы города, и зрители в зале, семьи погибших защитников Отечества, участников Афганской и Чеченской войн, а теперь и СВО. Приглашая семьи участников СВО, мы просто даем им поддушину какую-то, чтобы они не запирались в своих квартирах, горивые или семьи погибших. Для них же самое главное общение. Некоторые говорят, да подождите, да вы не трогайте эти семьи, но мы не должны вообще о них забывать ни на минуту. Концерт в стенах городского центра соцобслуживания населения провели, чтобы совместить приятное с полезным. После за чашкой чая гостям рассказали, что прийти сюда они могут и для общения с психологом, занятия спортом, творчеством или на уроке финансовой и компьютерной грамотности. Мы учимся смартфонами управлять, как космическим кораблем, потому что есть там проблемы, это вот новый вид, так скажем, неизвестного. Мы этот день используем для того, чтобы рассказать о том, какие формы поддержки есть, как сопровождает государство, как сопровождает край, что есть у нас для того, чтобы выйти отсюда, они еще к нам возвращались. Возвращались, даже если нужна, не конкретная помощь, а обычное общение. Нужно ли говорить, что перед семьями парней, отдавших родине долг, теперь и родина в долгу? Николай Потешкин, Дмитрий Денисов, День с толком. На кладбище Новоалтайска появится скульптура погибшему в СВО. Она посвящена участнику спецоперации, павшему в бою под Бахмутом. Мужчина по возрасту молодой, но он достоин увековечивания, решили его друзья и обратились за помощью к местному скульптору. Тот идею одобрил и наделил ее дополнительным смыслом. Подробности в сюжете. Новоалтайский скульптор колдует над своим произведением. Такого, признается творец, в его практике еще не было. Увековечить попросили участника СВО. Переходили, где-то они какой-то там объект в поле, и произошел взрыв. Изготовить памятник бойцу СВО решили его друзья. По их словам, у Романа Луконского была непростая судьба. Он детдомовец. Открытый, честный и смелый. На фронт ушел добровольцем. Мне казалось, это было бы достойно этого человека. Увековечить таким образом его парень. Поэтому поговорил со знакомыми и решил так сделать. Местный скульптор идею поддержал. Но работа дается непросто. В распоряжении всего одно фото Романа. Разные варианты эскизов, опытных образцов и поиск идеи. Творец решил, что будет уместно, если памятник молодому мужчине станет символом скоротечности жизни. Самый главный ресурс для нашего, не только поколения наших детей, это время. Но мы порой не ценим это время, относимся к людям не так, как людям порой. Скульптуру еще предстоит доработать. Ее покроют медным купоросом, а затем специальной золотой краской. После памятник участнику СВО установят на одном из кладбищ Новоалтайска. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Алтай и Сахалин стали ближе. Краеведческие музеи Алтайского края и Сахалинской области договорились о сотрудничестве. Стороны будут организовывать совместные выставки и проекты. Известно, что Алтайский край уже везет свою выставку на остров. По мнению сторон, такие программы помогут нивелировать огромные расстояния нашей страны, позволяя понять, как люди живут в других регионах, какие у них традиции и культура. Также в 26-м году могут состояться обменные гастроли между театрами и танцевальными коллективами в двух регионах. В Алтайском крае запустили школу гроссмейстеров для детей из малых городов и сел. Это шахматный пилотный проект, цель которого – поиск юных талантов из глубинок нашего региона. По программе с детьми будут заниматься как шахматами, так и физподготовкой. Они могут общаться с психологом, а также изучать программирование. А сегодня будущие шахматные звезды познакомились и пообщались с самым топовым шахматистом России и мира. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Здравствуйте! Я просто хотел сказать слова благодарности. Хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали сюда, проводите беседу. Желаю вам победить Магнуса Карлоса. Мы и делаем многие сильные, что противно было. Спасибо, спасибо. После почти часового общения с детьми Янне помощи уделил время и журналистам. Их интересовала не только спортивная карьера шахматиста, но и более масштабная спортивная проблема. Как обойти индийских спортсменов в рейтинге и вновь забрать право считаться сильнейшей шахматной державой. Сейчас немножко другой мир, все ускорилось. Больше смотрим в сторону других видов спорта, которые более медийные, более высокооплачиваемые в известной степени. Мне кажется, это очень важно. До тех пор, мне кажется, пока это будет восприниматься скорее как дополнительные занятия с репетитором, по английскому, например, языку, еще по каким-то предметам, а не как вид спорта, где можно прогрессировать и добиваться успехов. Это не то, чтобы у вас будет и ныне там. Конечно, игра будет популярнее, постепенно будем прирастать. Но это, мне кажется, отчасти немножко даже тормозит. То есть это повышает популярность игры, которая, по идее, должна в итоге повысить популярность вида спорта. Но, мне кажется, с шахматами какая-то особая история, что вот это все-таки как настольный гак, завивающая игра. Все это исподвигло запустить пилотный проект для поиска юных шахматистов из российской глубинки. Работа направлена не только на совершенствование шахматных навыков. С ребятами ежедневно будут заниматься тренер по физподготовке, психолог и специалисты по программированию. Для того, чтобы это были не только чисто шахматы, но и полноценное развитие детей, мы планируем в 2025 году эти школы еще проводить. И на базе Алтайского края и вашей федерации привозить сюда и другие регионы, и развивать тему и концепцию детей в сельской местности через шахматы, и проводить при этом межрегиональные школы. Подобная работа продлится 10 дней, а после ребята смогут дистанционно заниматься со своими наставниками. Кто знает, может быть, среди этих детей тоже есть будущий топовый шахматист. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Новый сезон мужской баскетбольной суперлиги добрался и до Барнаула. Алтайская дружина принимала университет Югру из Сургута. С первых минут команды играли в быстрый баскетбол. Отвечали атакой на атаку, но точнее были барнаульцы. У нас очень много брака, ничего двигается, но очень все медленно. Ничего пока такого, скажем, качественного в нашей игре нет. Ребятам сказал, что сейчас в нашей ситуации важнее даже, может быть, где-то меньше качества, но победа. И если при плохом качестве получается выигрывать, если получится что-то наладить, значит, еще у нас есть большие перспективы. Вторая четверть полностью прошла под контролем хозяев 21-9. Начало третьей десятки запомнилось тремя подряд трехочковыми в разные стороны. Гости сделали акцент на дальние броски, но получилось не очень эффективно. А преимущество подопечных Александра Герасимова только росло. Перед финальным заходом барнаул вел 57-39. В последние минуты хозяева дали поиграть молодежи. Это позволило гостям немного сократить отрыв, но победу барнаул все же удержал. 75-62. Следующий домашний матч 19 октября в 18.00. И на этом у меня все. Я напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде и до встречи в эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...